МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе на Мозорском НПЗ возникли сложности с переработкой некачественной российской нефти, которая привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования. В течение нескольких дней завод был вынужден перерабатывать сырье с высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозийной активностью. Для защиты технологического оборудования пришлось многократно увеличить количество используемых реагентов. При этом завод продолжил производство полного ассортимента товарной продукции должного качества. Решено было временно ограничить экспорт светлых нефтепродуктов. Жалобы на некачественную нефть, поступающую по нефтепроводу Дружба, высказали некоторые западные страны. Как ожидается, качественное сырье из России поступит на границу с Беларусью в понедельник. По предварительным оценкам, ущерб уже превышает сотни миллионов долларов. Предприятия региона вошли в число лауреатов премии правительства Беларуси в области качества. В этот раз отличились Туровский молочный комбинат, БМЗ, Мозорский НПЗ, Речицкий метизный завод и фабрика «Спартак». Телерадиокомпания «Гомель» стала обладателем специальной награды за всестороннее освещение темы качества и делового совершенства. Среди отмеченных цикл программ «Знак качества», ток-шоу «Главная тема» и программа «Диалог». Во всех районах Гомельской области ввели запрет на посещение лесов, вне закона даже прогулки и пикники. Нарушение чревато штрафом до 25 базовых. Мера временная и вызвана сухой и по-летнему теплой погодой. В апреле в лесах области зафиксировано уже несколько десятков пожаров. Наиболее частой причиной их возникновения является человеческий фактор – сжигание сухой растительности и мусора, брошенные незатушенные окурки. Пять студентов вуза в Гомельской области на этой неделе получили ежегодные премии облсполкома. Это дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов – активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности.